И случайно. Сергей Багри на подаче. Есть прием. И есть атака у соперника. Это Андрей Левченко. Центральный блокирующий наших гостей. Загадкой было для нашей команды, кто выступит на позиции второго центрального блокирующего, потому что Лукаш Каджевич, безусловно, является основным игроком. Мы вот ожидали появления Артура Удриса, но вот более опытного Андрея Левченко предпочли видеть в составе. Белорусы. И вот 2-1. Кузбасс выходит вперед. Несколько такой сумбурный, мне кажется, розыгрыш. Сумбурный розыгрыш. Видим, что атака и в аут от наших гостей. И он закончился. На подаче пятый номер Кемеровского Кузбасса наш легионер Бьерн Андре. Вячеслав Тарасов. Сегодня на его плечах лежит огромная ответственность, потому что одно дело выходить из камейки запасные, другое дело выходить в стартовом составе. И вот для нашего 13-го номера прекрасный шанс проявить себя на позиции основного диагонального. И вот видим, что с первой своей атакой Вячеслав справляется очень здорово. Блок-аут 3-1. Наша команда выходит вперед. А Бьерн Андре продолжает подавать. Хочу, кстати, ответить, что Шахтер занимает отлично. Вот это просто здорово. Укороченная подача на вылет. Больше тут ничего и не скажешь. А вам, Татьяна, я предлагаю все-таки закончить свою мысль. Да, так вот я хотела сказать о команде соперника. Шахтер занимает последнее место в турнирной таблице вообще, в принципе, во всей Суперлиге. Я сейчас говорю и про красную, и про синюю группу. Команды, кстати, мы играем в синей группе Кемеровский Кузбасс. Я имею в виду, в красной группе выступает Солигорский Шахтер. Всего лишь 5 очков набран. Но вспомним мы, да, что такие команды могут быть темными лошадками и, в принципе, могут создать достаточно много проблем. Но таким клубом, как вот Кемеровский Кузбасс, которые уже считаются достаточно крепкими, достаточно сильными. Если вспомним игру с Грозом, да, который неожиданно одержал победу в домашнем матче. Это было в прошлом году. Тем не менее, наверное, никто не ждал. Все ждали победы. В сегодняшнем матче мы тоже ожидаем победы от наших ребят. И вот пока в начале первой партии им удается захватить лидерство на площадке. Бьерн Андре выдает серию уверенных подач. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Ну и вот после тайм-аута он продолжает подавать. Немного мяч выходит за пределы площадки. 4-2 остановится счет. А точнее 2-4, потому что в волейболе счет считается с той командой, которая подает. И это диагональный Павел Авдоченко. Главная ударная сила белорусского клуба. За ним сегодня наблюдаем особенно пристально. Самуэль Туя попадает точно в руки защитнику. Смогут ли белорусы организовать атаку? Аккуратная подстраховка. Но видим, что и Кузба в защите действует очень неплохо. Тарасов рискует и рискует очень здорово. Ну, конечно, вышли наши ребята сегодня заряжены на победу. Очень много говорилось о том, что есть время подготовиться, есть время перенастроиться. Потому как остается финальный отрезок регулярного чемпионата. Продлится он с января по март, напомню. И потом уже, собственно, будут решающие игры. Борьба за медали, борьба за место в Суперлиге. Это кому как повезет, кого что ждет. Пытался Сергей Багрей сейчас, по-моему. Да, Сергей Багрей. Это он был, да, достать этот мяч. Но вот, к сожалению, не успел, не получилось. Очень интересная техника нападения у Павла Авдоченко. Так затягивается он. Вроде бы такой не самый резкий удар. Но мы видим, что силы физического этого игрока хватает. Ну, не зря, Дмитрий, вы назвали его именно ударной силой команды. Вот, собственно, пока он это звание оправдывает. Михаил Щербаков. Вот тот человек, возвращение которого после болезни очень сильно ждали. Возвращается сегодня на площадку. И вот первую свою атаку первым темпом очень хорошо реализует. Аккуратный перевод по первой зоне. Там находился защитник. Но с этим мячом ничего поделать не смог. Вячеслав Тарасов подает. Видим, вкладывается в полную силу. Либера белорусского клуба справляется с приемом на ура. Ну, и Андрей Баула не стесняется подключать также первый темп. Ну, а там Лукаш Каджевич. Этот человек известен российским любителям волейбола по выступлениям за Газпром Югру. Из Тургутского района. И за Белгородское Белогорье. Ну, и также за сборную Польши. Для тех, кто следит за мировым волейболом. Вячеслав Тарасов сейчас так схитрил. И теперь у него есть шанс принести своей команде очку, но не получается. Белорусы здорово играют в защите. Ну, вот Пайп. Это даже не Пайп, это скорее просто атака с задней линии в исполнении Симеонова. Была жестко останавливана нашим организованным тройным блоком. Тут, конечно, деваться было некуда. Ну, с этого повтора было трудно судить. Но давайте просто отдадим должное каждому нашему блокирующему, который в этом поучаствовал. И не дал сопернику пробиться сквозь этот кимеровский забор. Ну, помимо того, что у нас сегодня такой матч с очень широкой географией, география широка еще тем, что иностранные команды в чемпионате России не имеют лимит на легионеров. И у нас сегодня представители просто огромного, ну, может быть, не такого огромного... Ой-ой-ой-ой-ой. Лукаш Каджевич коварной скидкой приносит своей команде пятое очко. Зацепил наш центральный блокирующий эту атаку. А вот Либер Евгений Галатов уже находился на полу и перестроиться ему было, конечно, очень тяжело. Это, кстати, Лукаш Каджевич, это игрок из Польши. Также сегодня на площадке представители Чехии, Болгарии, Бразилии, Казахстана, Украины, ну, естественно, Белоруссии и, конечно же, России. Вот такой вот состав. Ну, и Франции, и Германии с нашей стороны тоже. Естественно, да. Первая часть списка была как раз про ту команду, у которой нет лимитов на легионеров. Ну, мы уже привыкли к нашим Бьерну Андрею, Суму и Лютуе, а они, честно говоря, уже, ну, я думаю, что многие болельщики считают их уже, конечно, отчасти даже так кемеровчане, можно сказать. Тем не менее. А у нас Бьерн Андрея попадает в блок белорусского диагонального Авдольченко. Боула подает, но Тарасов показывает свой серьезный настрой на эту игру. Хорошая атака по ходу. Видим, что Боула здорово выбрал место в защите, но вот обработать этот мяч не сумел, потому что очень близко так к локтю пролетел. Это, по-моему, Самуэль Туриата сейчас очень атаковал, да? На повторе было видно, по-моему, десятый номер кемеровский. Может быть, я, конечно, не ошибся, но вот из зоны второго номера, чем сейчас такой числа Тарасов, ну, если ошибся, то приношу свои извинения. Ну, в любом случае... Команда отправилась на первый технический перерыв, 86-ми впереди. Для нашей команды очень важно в первом матче в этом году одержать победу, потому что, ну, не даром же говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Может быть, мы так с небольшим временным запозданием эту поговорку перенесем на эту игру. Для нас очень важно побеждать. Ничего страшного, еще есть старый Новый год, поэтому эта поговорка как раз она растягивается вот от начала Нового года до 14-го числа. С 13-го на 14-го старый Новый год. Это наш талисман, который тоже встретил Новый год и который приветствует самых юных зрителей. О зрителях, о тех, кто сегодня находится на трибунах, расскажу тут чуточку позже. В следующем перерыве есть очень интересная информация для любителей волейбола. Я думаю, что... Я думаю, что вам будет интересно узнать и послушать. Подача Михаила Щербакова. Сбитый прием, тройной блок перед... Успел, успел Михаил. Игроками Шахтера. Да, да, да. Здорово. Мы хорошо отзащищались и блок. Вновь наш блок выручает нашу команду. Бьерн Андрей и Константин Порошин остановили атаку Павла Авдоченко. Некуда ему здесь было деваться. Хорошо пристроились наши ребята. Это Бьерн Андрей. Это, по-моему, от его рук, да, скачал мяч в площадку. Михаил Щербаков продолжает подавать. К сожалению, ошибка. Ошибка на подаче. Отправляет Михаил мяч в аут. Ну и, собственно, сейчас соперники будут уже подавать. Семенов подает. Видим, выполняет планер. Здорово Галатов справляется с приемом. Отличная доводка. И Багрей моментально превращает ее в игру первым темпом. Константин Порошин увидел, что успели с ним подняться два блокирующих, в числе которых был Лукаш Каджевич, и поэтому аккуратно по рукам ударил. И мяч улетел далеко в аут. Порошин записывает на свой счет очередной результативный балл. Подача Сергея Багрия. Отличный прием. Ответ Каджевич. Но Галатов здорово выбирает место в защите. Бьерн Андрей аккуратно отыгрался от блока. Но вот вынуждены мы, к сожалению, отдать мяч без борьбы. Ну вот первый темп. Видим, чтобы команды блестящую игру в защите демонстрируют. Авдоченко на одном блоке остается. Галатов опять поднимает. Вы посмотрите, просто бенефис нашего либера. Но все же Авдоченко ставит точку в этом игровом эпизоде. Ну как красиво, как здорово. Очень хороший волейбол был показан. Ну и, конечно, браво Женя Галатов. Чудеса реакции, пластики и техники продемонстрировал нам либера нашего клуба. Пайп в исполнении Туя. К сожалению, не смог перебить сетку. Французский доигровщик кемеровского Кузбасса. Такая ошибка из разряда невынужденных. Видим, что ситуация для атаки была вполне комфортная. Слишком косо вправо пытался увести мяч. Десятый номер кемеровской команды. И вот видим, что за это оплатился. Отличная подача Шахтера. Не стал рисковать Тарасов. Но вот оставил соперника без передачи связующего. Но Тавдоченко, видимо, это нисколько не смутило. Аккуратная атака по рукам блокирующих. И вот шот уже равный. Десять-десять. Андрей Левченко. Аккуратная подача. Есть прием. Берн Андрей второй зоны. Блок-аут. 11-10. Наша команда впереди. И вот и все. Ну и сам Берн отправляется выполнять подачу. Один эйс в этой партии мы от него уже видели. Помним эту прекрасную укороченную подачу. Сейчас выполняет силовую. Сбитый прием. С высокого мяча будет атаковать Неймер. Бразильский доигровщик. Но вот бразильцы всегда славились тем, что на высоких мячах играть им очень трудно. А на тройном блоке это трудно делать, наверное. Ну раз на тройном, то втройне. Дружно трибуны. Поддержим. Вновь подача Бьерна Андре. Достаточно уверенно у него получается этот элемент. И вновь мощная силовая подача. Будет у нас доигровка. То я быструю передачу, получая, забить не смог. И Неймер вновь на организованном блоке уже побаивается. Не стал рисковать. Ну а Порошин нашел интересное и хитрое решение. Получив второе касание на свою долю, решил не выполнять передачу. А сделал аккуратную скидку в пустую зону. Вот Либера вроде бы успел среагировать. Павел Засевич, но вроде бы не успел. И в итоге Кузбасс у нас продолжает лидировать в этом матче. Это, кстати, матч первый для каждой из команд. Ну, между собой я имею в виду. То есть это такое противостояние, так скажем, началось. Интересно, чем оно закончится сегодня. И вновь доигровка у нашей команды. Бьерн Андре, быстрый пайп. Боула в очередной раз показывает, как здорово он выбирает место в защите. Но вот никак не может он справиться с силой атак наших нападающих. Ну и что, Виктор Сидельников, главный тренер белорусской команды, Садыгорского шахтера, берет тайм-аут. Виктор Сидельников также может быть очень хорошо знаком любителям российского волейбола. Несколько лет назад этот специалист возглавлял казанский, тогда он еще назывался Динамо ТТГ. Сейчас команда называется «Зенит-Казань», как известно. Так вот, и приводил Динамо ТТГ к победам в чемпионате России, Лиге чемпионов. Но вот сейчас, видим, судьба занесла этого специалиста в далекую Белоруссию. В недалекую, простите, пожалуйста. Ну и главное, что он со своей работой справляется. Его команда, может быть, звезд с неба не хватает. Но все же на фоне русского чемпионата, который по праву считается сильнейшим в мире, смотрится вполне достойно. Ну и бывает, что и очки у очень таких признанных мастеров отнимает. Так вот в последнем матче 2012 года, в последнем туре, смогли отобрать на своей площадке очки у московского «Динамо». Это вызывает уважение, конечно. Ну, вызывает уважение и подача нашей команды. Это вновь Бьерн Андре блестяще укоротил. И это Эйс. И вновь видим, что Либера Досевич не справляется с приемом. Поддерживает трибуну нашего легионера. Еще одна укороченная. Вновь такой тяжелый прием. Нет, суди показывают, что произошло касание площадки. Симеонов руку положил уже на площадку, а не под мяч. 16-10. Вот так вот двумя подачами на вылет. Бьерн Андре после перерыва отправляет команды на второй технический тайм-аут. Ну и предоставляю слово Татьяне, что я хотел рассказать. Да, хотел рассказать о зрителях, которые сегодня присутствуют в спортивном комплексе «Арена». Ну, помимо любителей волейбола, которые уже давно болеют за кемеровский кузбасс, кто-то, может быть, впервые пришел. Сегодня на трибунах находится и молодежь, так сказать, будущая российского волейбола, ну, сибирского волейбола. Может быть, конечно, громко сказано, но тем не менее ребята стараются играть. Сейчас в Насту Кемерове уже четвертый день подряд проходит предварительный этап Сибирского федерального округа. Это юноша 95-96 года в рождении. Была и сегодня на игре, смотрела, как все происходит. Они уже играют каждый в своих амфлуа. Волна вот на ваших экранах в исполнении болельщиков. Так вот, они сегодня после своего матча, который у них состоялся в 15.30, приехали, заняли места на трибунах спорткомплекса «Арина». И многие, кстати, не стесняясь, признались, что ни разу не были на играх в Суперлиге. Вот команда из Омска с названием «Искра». Ну, очень интересно, да, название такое одного из клубов Суперлиги. Они, в принципе, вот такой большой волейбол, кроме как по телевизору. К сожалению, ошибка в исполнении Бьорна Андрея на подаче. Кроме как по телевизору не видели. И вот сейчас, так скажем, проникнутся духом большого волейбола. И, возможно, в будущем определяться, ну, может быть, со своей профессией, со своим призванием в жизни. Потому как очень многие специалисты говорят, что этот период вот в этом возрасте, это как раз период становления, определения дальнейшего пути либо профессионала, либо любителя. Ну, а у нас Вячеслав Тарасов здорово превратил атаку со сбитого приема в выигранное очко. Не самая сильная подача Авдоченко вызвала затруднение у наших принимающих. Ну, а Тарасов, скажем так, недочет своих партнеров здорово исправил. Аккуратный удар по рукам блокирующих. И этот блок-аут приносит Кузбассу 17-е очко. Порошин подает. Видим, тоже выцеливал Либера. На этот раз он с приемом справился. И Лукаш Каджевич. Очень хорошо, точно, достаточно. Снимается первым темпом. Ну, у Кузбасса достаточно комфортное преимущество сейчас. Это, конечно, не повод расслабляться. Но, тем не менее, такую уверенность в том, что эта партия закончится победой нашей команды, определенно и есть. Но сбегать вперед не будем. Будем просто болеть за нашу команду. Напомню, Кузбасс сегодня встречается с Шахтером и с Солигорской. И вот так вот. А вот вам привет из солнечной Бразилии, как говорится. Эшли Немер посмотрел за чудесами Андрея и решил повторить нечто подобное. Хорошая подача такую в зону конфликта. И это Эйс. Сейчас уже есть прием у нашей команды. Тарасов блестяще остается на одном блоке. Линию расстреливает просто беспощадно. Шансов у Либера и у Блока не было никакого в этом игровом эпизоде. Семенов не успевал закрыть это направление. Ну, хочется, кстати, отметить. Вот Вячеслава Тарасова, да, здорово, по-моему, заметил. Он на площадке, нисколько он не теряется. Ну, я имею в виду на фоне игры Павла Мороза, который, может быть, зрители привыкли, которые хотят видеть, об этом говорят, об этом пишут. Но это действительно так. Но сегодня ударная сила наша команда. Самая результативная игра к ее, да? И, по-моему, по прошлому сезону, и в этом сезоне достаточно много очков набирает он. Ну, к сожалению, травмирован. Но еще раз пожелаем Павлу выздоровления и болеем за нашу команду. Лукаш Каджевич. Очень опасная у него подача. Вот сейчас она в площадку не попала. Ну, кстати, получается, что для соперников, которым приезжает Солигорский шахтер, эта команда, ну, такой не очень хороший гость, в том плане, что очки любят они на выезде набирать. Ну, пусть немного, но, тем не менее, так скажем, пару эпизодов таких было. Поэтому тут расслабляться ни в коем случае нельзя. До нашей команды после серии поражений, в принципе, расслабляться нельзя, что и показывают наши волейболисты. Давайте посмотрим в руки Михаила Щербакова. Попадает этот мяч и останавливает он атаку Семенова, если я не ошибаюсь. 20-14, наша команда впереди. На подачу Самуэль Туя. Тоже укорачивает сбитый прием Авдочника. На высоком мяче попадает в руки Тарасову. Но вот обработать этот мяч 13-й номер нашей команды не сумел. Улетает мяч на трибуны. Кузбасс! Кузбасс! Ну что, а мы и констатируем тот факт, что пока с доигровщиками-легионерами белорусской команды мы справляемся. За счет чего у нас и возникло это комфортное пятиочковое преимущество. Ну а Берн Андреев показывает свой богатейший технический арсенал. Видим, что с отведенного от сетки мяча очень аккуратный накат за блок. И вот до чего ювелирная работа. Прямо вот над руками, ни больше, ни меньше, этот мяч пролетел. Побольше вот таких моментов. А потом повторы этих моментов. Ну, по-моему, здорово. Михаил Щербаков на подачу кузбасса был. Ну вот удалось-таки из четвертой зоны добыть очко солигорскому шахтеру. Но вот сделал это отнюдь не доигровщик, а все тот же Павел Авдоченко. Главная ударная сила шахтера. Сбитый прием у нашей команды. Берн опять непростая ситуация. И опять он ее выигрывает. И снова, ребята, делают 22. Ну, такое ощущение, что не только зрители, но и волейболисты, собственно, по игре соскучились. Потому как достаточно такой продолжительный перерыв был между играми 2012-2013 годов. И вот сейчас действительно полны решимости. Ну, а мы видим, что проблемы доигровщиков шахтера продолжают сыпаться, как из рога изобилия. Точнее, даже не проблемы, а ошибки продолжают сыпаться. И вот Эшлин Эймер получил комфортную передачу. На одном блоке остался. Все равно как-то уходил из этого одного блока в линию. И уходил настолько хорошо, что даже в поле не попал. Сергей Багреев, у подачи. Самуэль Туя на месте, но... Пайп работает у наших гостей. И замена. Давайте посмотрим. Роман Аплевич появляется на площадке. 18 номер команды из Белоруссии. Вместо 17 номера Андрей Левченко. По-моему, он как раз ушел с площадки. Что интересно, Роман Аплевич номинально считается вторым Либера белорусской команды. Вот так вот на подачу выпускать Либера – это что-то новенькое. Но, тем не менее, Либера нашим принимающим жизнь затруднил. Бьерн Андрей. Ну, а Бьерн в очередной раз показал. Продолжает. Что такое хорошая по-немецки точная техника. Да, да, да. Очень здорово. Очень здорово. На радость кемеровской публике. На радость болельщикам Бьерн Андрей продолжает радовать своими замечательными атаками. Ну и, собственно, подачами. Ну и что, наверняка постарается закончить партию прямо сейчас Бьерн, но не получилось. Ну и теперь шесть сетболов у нашей команды. Что называется со съема. Поэтому давайте смотреть. Вот мы видим, что еще одна замена в составе соперника. Максим Морозов появился на площадке для усиления блока. Но тайм-аут предпочел взять тренерский штаб геймерского Кузбасса, который возглавляет Денис Аркадьевич Матусевич. Помогает ему активнейшим образом ассистент главного тренера Владимир Николаевич Бабакин. Очень-очень влияет этот специалист. Заслуженный тренер России на тренировочный процесс. Поэтому ни в коем случае нельзя умалять его за слуг. Ну и давайте тогда уж, если мы же представляем тренерский штаб полностью, то я представим и старшего тренера. Это Шух Андрей Анатольевич. Вот Татьяна говорила о том, что... Ну, было ощущение вот сейчас, что как-то по площадке Прихрамовой идет Евгений Галатов. Ну вот мы видим, что Лепетин появился на площадке. Но давайте посмотрим, насколько верны наблюдения Татьяны. Может быть, это всего лишь на один локальный эпизод. Видим, бьем здорово справиться с приемом. Порошин не забивает. Но ошибку при выполнении второй передачи фиксирует арбитры. И партия заканчивается 25-18. Ну что, неплохое начало. Сейчас внимательно посмотрим на Евгения Галатова. Идет он, да? Видно было его, по-моему, все-таки какое-то, наверное, повреждение на второй Либера. Первый или второй. Один из Либера Кемеровского Кузбасса, к сожалению, к большому получил. Но не хотелось бы, конечно, не хотелось бы, чтобы травмы преследовали команду. Это всегда очень тяжело. Это всегда очень неприятно и для болельщиков, и для самих игроков. Когда не только лидеры, но и те, кто выходит на замену, они получают какие-либо повреждения. Ну а в спорте от травм никто не застрахован. Ладно, если уж Татьяне захотелось поговорить о интересных вещах, так сказать, окружающих эту встречу, то давайте скажем такой интересный момент, что помимо очень такого действительно пестрого по национальностям состава Солигорского шахтера, еще и тренерский штаб такой, получается, интернациональный немного. Главный тренер, как мы уже говорили, Виктор Сидельников, он является гражданином Российской Федерации. Ну а старший тренер Петер Кални, если не ошибаюсь, он у нас является подданным Словакии. Вот такие вот дела из стана нашего соперника. Также хочется сказать, что в этом сезоне введена очень интересная практика. На играх с участием Харьковского локомотива, либо Солигорского шахтера всегда, будь то дома, будь то выезд, присутствуют местные судья. То есть один из арбитров представляет Белоруссию или Украину. Если мы рассматриваем сегодняшний матч, то как раз таки арбитр Пясецкий представляет Республику Беларусь. Он является главным арбитром этой встречи. Ну а вот Книжников из Нижневартовска является его помощником. Он второй арбитр этой встречи. Ну и вот во всех встречах с участием команд легионеров, если так можно сказать, вот судьи присутствуют из тех же стран. Но я думаю, что это сделано с целью пресечения возможного предвзятого отношения со стороны русских судей к русским командам. Но вот неизвестно, так ли это. Ну в любом случае, как показывает сезон, жалоб от команд не поступало, никаких разборок, скандалов не было. Значит, эта практика верна. Но мы видим, что действительно Алексей Лепезин остается на площадке. Значит, Евгений Галатов действительно получил некое повреждение, потому что его игра в первом сете, я думаю, никаких вопросов у тренерского штаба Кузбасса не вызывала. Очень здорово смотрелся он и в приеме. И, конечно, прежде всего в защитных действиях. Мы помним один прекрасный эпизод с его участием, где он трижды поднимал сложнейшие мячи. Но вот, видимо, какая-то досадная случайность мешает нашему Либера продолжить эту встречу. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Татьяна наверняка добавит к моим словам что-нибудь еще. Я предлагаю пожелать вообще всем нашим ребятам обойтись без травм. Вот как-то так получилось. Мы, на самом деле, даже как-то этот момент и не заметили, да, что прихрамывать начал наш игрок. Но, к сожалению, да, неприятно. Травма – это всегда неприятно для спортсменов, для болельщиков. Говорила я уже об этом. И, кстати, хочется сказать, что Солигорский «Шахтер» перед Новым годом наступившим занял третье место в Кубке Белоруссии. Вот, то есть, ну, команда боролась. Но я думаю, что для команды, участницы в Суперлиге, это не самый лучший результат, Татьяна. Нет, я согласна. Все-таки под знамена «Шахтера» призваны очень сильные игроки. Игроки сборной Белоруссии, приличные легионеры, да еще и наставник очень серьезный у них. Ну, новичкам в Суперлиге всегда непросто. Тут, наверное, можно даже не сомневаться в этом. Видим, с подачи Багрея начинается эта партия. Тарасов там атакует, пробивается, пытается пробиться через блок. С первого раза не получилось, но во второй попытке Вячеслав Болточин. Блокаут такой уверенный, надежный, быстрая передача. Видим, невысокий мяч и очень хорошо от рук Симеонова откручивает этот мяч Тарасов. 1-0, Кузбасс впереди. Багрей продолжает подавать. Есть прием у белорусской команды. Боула играет Пайп. Пороша на месте. В защите наша команда также очень внимательно. Бьерна Андреева пыталась атаковать по рукам, но вот по ним попасть не смог. Обидно могли мы с самого начала завладеть инициативой. Не получилось, но будем надеяться, что в дальнейшем нашей команде это удастся сделать. Ну, а Боула выходит на подачу капитан Солигорского шахтера. Вот так вот легионер является капитаном клуба. Такой знаменательный факт. Бьерна Андреев, вновь его хитрость. Симеонов с высокого мяча. Лепезин поднимает мяч в защите. Не будет у нас атаки. Хотя бы просто перебить удалось. Ну, а в доигровке Авдоченко. Уверенная атака. Мяч попадает в плечо Сергею Багрею. Видим, он уворачивается. И следом заводит своих партнеров, чтобы повнимательнее действовали в таких эпизодах, как он случился после атаки Симеонова. Не самая хорошая доводка была в исполнении Алексея Лепезина. Я думаю, что прежде всего именно к нему обращался Багрея. Что нужно быть повнимательнее в таких мячах. Ну и первый темп. Первый темп Кузбасса сегодня работает очень здорово. Порошин разглядел с высоты своего полета пустое место в пятой зоне. И туда и мяч спокойно направил. Никого из защитников там не оказалось. 2-2. Кстати, Константин Порошин. Получается, что в стане Кемеровского Кузбасса самый высокий игрок. Не вам ли, Татьяна, это знать? Человек, который буквально еще в прошлом сезоне проводил этот опрос. Да, 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 да. Ну, а тем временем, пока мы тут с Татьяной обмениваемся легкими, шутливыми фразочками. Левкинка первым темпом уверенно снимается. Но пока мы видим, что белорусский клуб немного впереди. А это Самуэль Туя. Не удалось ему уйти от блока белорусской команды. Павел Авдоченко здорово скинул руки в ходовое направление и наглухо запечатал вот эту дыру, в которую пытался пробиться наш французский доигровщик. Ну, а теперь ошибка в премию нашей команды и вынуждены мы будем отдать мяч без борьбы. Давайте посмотрим, какой доигровочный вариант придумает Баула для своей команды. Атака через четвертую зону. И это Немер, который, я уж не знаю, внимательно не следил, не считал. Чуть ли не в первый раз пробивается из четвертой зоны по линии точно в площадку до пола. 2-5. И не стал ждать тренерский штаб Кузбасса. Денис Матусевич берет перерыв. 2-5. Упускаем соперника вперед. Не очень это приятно, конечно. Ну, я думаю, что ребята просто немного... Занервничали или напротив? Не занервничали как, а один неудачный эпизод называется. Вот как раз вот с тем, не доведенным мячом в доигровке на простом мяче, извиняюсь за тавтологию, мячом в мяче, выбил нашу команду слегка из колеи. И сейчас мы пытаемся из нее выйти. И вот... Нужно просто успокоиться, забыть о том эпизоде и начать играть в тот волейбол, в который мы играли в первой партии, и все будет хорошо. Александр Семенов, болгарский доигровщик, отправляется подавать. Есть в его арсенале и планирующая силовая подача. Сегодня по нашим принимающим он предпочитает подавать именно планерам. И сейчас не исключение. Выбирается ему или туда, тот легко с приемом справляется. Сам же быстро атакует. И что показывают арбитры? Арбитры показывают касание блока у солигорского шахтера. Ну вот с этой камеры мне показалось, что никакого касания не было. Но арбитру виднее. Он находился к этому эпизоду гораздо ближе, чем мы находимся сами. Подача Константина Порошина. Есть приемы, есть первый темп. Пусть не самый лучший. Будет доигровка у Кузбасса. Тарасов не стал рисковать. Скидывает и попадает. Площадку, да-да-да. Видим, пропускал опытнейший Боул этот мяч. Показалось ему, что он летит в аут. Видим, специально не стал играть. А Тарасов оказался более хитрым в этой ситуации. И приносит своей команде четвертое очко до минимума, сокращая разрыв в этой партии. Вновь подача Константина Порошина. Уже тяжелый прием. Ну а Неймер видим на высоком мяче на организованном блоке. Совершенно не тот Неймер, который на разорванных блоках атакует. И 5-5. Сравнивает Кузбасс счет. Вячеслав Тарасов здорово зачехлил атаку бразильского доигровщика Шахтера. Ну и вновь Неймер. Ну вот сейчас остался он на одном блоке. И вот видим, что против одного соперника он еще худо-бедно справляется. Вот уже организованный блок для него проблема. Сейчас на повторе увидим. Ну здесь просто в линию прошел, конечно. Вячеслав Тарасов тут уже гадал. Пытался по максимуму затруднить ему жизнь в ходовое направление. Но Неймер оказался хитрее. Выцеливается Мэля Туя. Ну а у нас Тарасов продолжает блестяще атаковать. Здорово из второй зоны он сейчас так размашисто затянулся, пробил. И не оставил никаких шансов ни блоку, ни защите наших гостей. Еще раз этот момент посмотрим. Да, здорово. Есть ощущение, что все-таки с новыми силами вступили игроки Кемеровского Кузбасса в этот Новый год. Там Самуэль Туя так приостановил мяч. Вячеслав Тарасов не смог пробиться через тройной блок. Тройной блок Солигорского Шахтера. Редкий эпизод, когда Тарасову удалось не оставить просто мяч в игре, а действительно так на поражение сыграл. Называется для своей команды, зачехлили его. Ну, конечно, все забить в волейболе невозможно. Ну, собственно, ударная сила Солигорского Шахтера. Говорили мы сегодня уже про этого игрока. Отличный прием Туя. Сам же атакует. Либера здорово выбирает место в защите. Но вот мяч отлетает за пределы площадки. 7-7. Вот так вот в равной борьбе команды подходят к первому техническому перерыву во второй партии. Ну, а Самуэль Туя очень важно, конечно, найти свою игру в атаке. Потому что не совсем у него все ладится в последних играх. Очень важно поймать нужный игровой ритм для того, чтобы зарядиться хорошей, так сказать, энергетикой на вторую половину сезона. И вот первый темп. Лукаш Каджевич здорово взаимодействует с Андреем Боулой. 7-8. Гости. Не отправляют команды на первый технический перерыв. Да, и, собственно... Ну, кстати, про Самуэль Туя, Дмитрий, вот вы заговорили. Мне хочется сказать, что если Самуэль в данный момент на площадке, да, пытается обрести, так скажем, свою игру, то перед Новым годом удалось ему порадовать болельщиков. Кто еще не видел, предлагаю обязательно это посмотреть. Самуэль спел новогоднюю песенку. Может быть, знакомый из мультфильма «Елочка-елка, лесной аромат». Очень ей нужен красивый наряд, ну и так далее. К своему стыду признаюсь, что даже я эту песенку слышал впервые. Не знаю, как так получилось. Вроде к советскому, к советским мультфильмам. Очень всегда хорошо и тепло относился. Но вот как-то эта песня проскочила мимо меня в ходе моей жизни. И, конечно, очень приятно было увидеть Сема, который так уверенно и здорово исполнился. На самом деле он готовился, честно скажу. Татьяна, для меня это не секрет. Мы видели, как готовился сам к этому процессу. Он готовился, да, видели мы очень интересно. Я думаю, что зрителям будет послушать нашим. Самуэль Туэ получил текст после утренней тренировки, а перед вечерней тренировкой он пришел, уже готовый, с текстом была. Включена ему музыка. И он, собственно, совершенно свободно, раскованный и без проблем спел эту песенку. Там в одном моменте ошибся, но было очень здорово. А сейчас очень здорово Михаил Щербаков колотил буквально-таки мяч в площадку. Хорошая атака по первой зоне, не оставила шанса в защите Авдоченко. Если не ошибаюсь, это вторая атака нашего центрального блокирующего под номером 12 в этом матче. Подача Михаила Щербакова. Вынужден был снизу пасовать Андрей Баула. И попадает, попадает в площадку Семенов Александр. Давайте посмотрим на повторе. Да, действительно мяч в площадке. В самую линию попадает девятый номер Соленгорского шахтера. И тем самым продолжает вести свою команду к победе в этой партии. Шахтер пока немножко, но впереди. Лукаш Каджевич переходит на планер. Это интересный вариант, не самый опасный планер у Лукаша. Но вот, тем не менее, блоком удалось зацепить атаку нашей команды. Но и наш блок на высоте. Видим, такой сумбурный розыгрыш команды. Никто не хочет уступать. Так удалось мне однажды от одного из детских тренеров в волейбольных услышать фразу в дыр-дыр поиграли. Вот такой я сейчас слышал терминологии. Но я не знаю, уж сугубо это его личная фраза. Или, может быть, тренерская профессиональная. Наверное, подопечный, самое главное. Понимает, что это означает. Ну, вот в этой незамысловатой игре, которую мы так назвали, победил клуб-гость сегодняшнего матча. Да, Сельгорский шахтер, напомню. Ну, а вот Самуэль Туя здорово взлетает над сеткой с задней линией. Его атака поэпом. Талантливый волейболист. Талантлив во всем он у нас. Ну, мы убедились. Кстати, если вы не видели, обязательно посмотрите. Есть ссылки и на сайте волейбольного клуба Кузбасс. Ну, и, конечно же, на сайте телеканала «Мой город». Программа «Семь дней спорта». Также часть песни есть и в новогоднем выпуске новостей. В общем, смотрите, наслаждайтесь, слушайте, раскрывайте для себя Самуэль Туя с другой стороны. Ну, а вот мы видим, что в составе гостей начинает приходить в себя линия доигровки. В частности, Болгарин Семенов, видим уже. В который раз приносит очки своей команде. Ну, это, конечно же, видим большой плюс для «Шахтера», потому что сразу преимущество Кузбасса уже не такое уверенное. Ну, а вот сейчас мы видим такую размашистую атаку Бьерна Андрея. Получил он переходящий мяч. После того, как Либера обработал в защите атаку Тарасова. Ну, вот Бьерна из зоны второго номера беспощадно, что он добил соперника и сам же отправился подавать. Хорошая подача. Авдоченко из зоны четвертого номера. Блокаут. Ну, и есть ощущение, что Бьерна Андрея сегодня очень-очень заметен на площадке. Сегодня Бьерна определенно первый сайт провел очень хорошо. Ну, и во втором тоже заметен. Да, были, конечно, ошибки. И на подаче были ошибки кое-где в атаке. Но в целом, по-моему, очень здорово. Ну, а Семенов ошибается на подаче. Для нас это, конечно, на руку. Потому что мы видим, что разыгрался болгарский доигровщик. Если мы отмечали, что в первой партии были большие проблемы при атаке из четвертой зоны у подопечных Виктора Сидельникова, то сейчас уже вот хотя бы один человек смог в игру полноценно войти. И, конечно, сразу видим, что нашей команде становится несоизмеримо тяжелее. Такая подача Порошина непростая для команды соперника. Хорошо в защите играет сам же Порошин. Отдать, отдать мяч. Бьерна Андреа удается это сделать. И вновь прекрасная защита. И какой мяч выигрывает Тарасов. Вы посмотрите. Ну, это волейбольная эстетика. Это вот не каждый связующий сможет исполнить то, что исполнил Тарасов. Вы посмотрите, да? Вот такую аккуратную скидку кистевым движением себе за голову сделал Тарасов. Но это вот, я говорю, что это даже не каждый связующий специально такое исполнит. А Тарасов исполнил. Очень красивый момент и очень красивый волейбол показывает сегодня наша команда. Вот, к сожалению, Константин Порошин ошибается на подаче. Но ничего. Да, потому что в прошлом... При выполнении прошлой своей подачи он здорово выбил соперника с приема. Сам же прекрасно сыграл в защите, что позволило нашей команде выиграть эпизод. Но сейчас проиграл. Но забыли. Идем дальше. Андрей Левченко ошибается, ошибается на подаче. Да, мяч улетает в аут. Мы сейчас еще на повторе посмотрим. Да, действительно. Контролировал полет мяча Алексей Лепезин. Еще заранее показал, что мяч в площадку не попадает и был прав. Тарасов на подаче. Хороший такой боевой вариант. Тяжело будет сопернику. Неймер не стал рисковать. Лепезин здорово в защите. Тарасов по рукам блокирующих. И видим, судьи показывают касание сетки на блоке у игроков Солигорского шахтера. И 14-13 Кузбасс выходит наконец-таки вперед. Но не просто, не просто дается вторая партия кемеровскому Кузбассу. В отличие от первой там достаточно... Ну, хотя начинали тоже так, да, ни шатка, ни валка, скажем. Но, тем не менее, есть ощущение, что во второй партии немножечко посложнее нашим ребятам. Но я уже говорил... Мне не даром говорят, да, что команды, вот те, которые темные лошадки, которые где-то внизу турнирной таблицы, дебютанты, ну, по-разному можно называть, они, в принципе, как говорится, терять им нечего. И поэтому они достаточно уверенно и раскованно себя ведут. Да, дела даже нет, Татьяна. Как я уже говорил, не хватало очень сильно Солигорскому шахтеру в первой партии игры своих доигровщиков в атаке. Потому что, действительно, у них неплохо получался первый темп, когда был прием. Здорово смотрелся Авдоченко, главный добытчик очков. Но вот именно вот четвертая зона такая стала проблемной для белорусской команды, за счет чего первую партию они уступили. Мы видим, что сейчас уже как минимум пришел в себя Симеонов, и это сразу качественно сказалось на игре шахтера. Ну, вот Кузбасс пока показывает, что даже при таких условиях он сильнее. Неймер, видим, не рискует атаковать на организованном блоке Кузбасса. Ну, а Тарасов здорово, здорово пробивается сквозь организованный блок соперника. Делает счет 15-13. Кузбасс впереди. Это вторая партия матча Кемеровского Кузбасса против Солигорского шахтера. Гости из Беларуси у нас. Тарасов блестяще выбирает место в защите. Очень аккуратно сыграл, поднял мяч, дал возможность атаковать своим партнерам. Но вот забить они не смогли. И еще раз Тарасов здорово играет в защите. Атака. Сам же забить не смог, но видим, что не разобрались друг с другом Досевич и Боула, кому нужно первым принимать этот мяч. И в итоге мяч спокойненько приземляется на сторону белорусской команды. Ну, а Тарасов своей скидкой отправляет команды на второй технический перерыв. Вот так вот нам удался рывок. Со счета 12-13 наша команда выигрывает 4 очка к ряду. И с трехочковым преимуществом заканчивает второй отрезок партии в свою пользу. В ожидании интересных комбинаций, в ожидании красивого волейбола, зрители на трибунах спортивного комплекса «Арена» болеют за свою команду. Кстати, следующие два тура гемеровщане приведут на выезде. Вот, и только лишь в конце января будет повод вновь прийти в спортивный комплекс «Арена», занять места на трибунах и поболеть за кемеровский «Кузбасс». Ну что, мы продолжаем наблюдать за матчем, посмотрим, что нам покажут команды. А Михаил Щербаков показывает отличную и уверенную игру на блоке. Мне даже добавить так нечего, потому что Михаил Щербаков, что исполнил, это, конечно, из разряда везения, ну и из разряда мастерства, потому что закрыл блоком атаку Авдоченко очень здорово. И замена. Эшлин Эймер очень прогнозируемо уступает свое место на площадке. Не успел я заметить, кто вышел вместо него. Роман Аплевич, как подсказ мне, Татьяна. Пытается хитрить белорусский клуб, но не получается. Да, мяч сейчас. Наши игроки. Ну что, сейчас Лукаш Каджевич, Михаил Щербаков. Что называется, на голову ему этот мяч надевает. Здорово чехлит. И мяч от рук Щербакова попадает в голову Лукашу Каджевичу. Вот, Татьяна, если вы не успели заметить, посмотрите. Давайте. Айда Михаил. Вот так вот два к ряду блока. Да, действительно, Айда Михаил. Айда молодец. Вот так вот хочется мне сказать. Подача Вячеслава Тарасова вновь. И вновь очень сильная, мощная. Сбитый прием Авдоченко. Проходит в линию и попадает. Попадает. Видим, что недоволен действиями защитника Дениса Матусевича своих подопечных. Ну да, действительно, Алексей Липетин допускает, конечно, здесь грубый позиционный промах. Оставили ему линейное направление для того, чтобы он играл в защите. А Алексей почему-то ушел за блок. Я думаю, что это просто связано с тем, что блокирующие не подсказали. Есть такая специальная система жестов у игроков, которые показывают, какую зону они закрывают. Соответственно, какую либеру нужно защищать. Видать, не разобрались наши игроки, но будем надеяться, что такая единичный случай. Возможно, обращали внимание, что действительно используют жесты игроки. И для тех, кто не знает, вот, может быть, открыли мы сейчас какой-нибудь небольшой секрет. По-моему, Самуэль Туя у нас ошибается на подаче. Да, сейчас еще раз этот вариант посмотрим. Только большой аут. Да, 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 это аут был. И уже подача Солигорского шахтера. А это Щербаков. Очень продуктивно прошел переднюю линию Михаил. Видимо, в атаке его задействовал Сергей Багрей. Два республика в блока поставил. Ну, теперь осталось только выстрелить с подачи. И тогда прям совсем хороший отрезок имени Щербакова мы увидим. Но вот с приемом его подачи справляются соперники. Вот в защите наши игроки смогли здорово сыграть. Бьерн Андреев вновь пытался технично выиграть. Эпизод не получилось. Ну, Семенов по рукам блокирующих атакует и приносит своей команде 16 очков в таком непростом розыгрыше. Конечно, мы видим, что атакующий потенциал белорусской команды с уходом в Эшли Немер очень сильно упал. Как я уже вам говорил, что Роман Аплевич, заменивший Эшли Немера, это номинальный второй лидер. Его рост всего лишь 185 сантиметров. И, конечно, об усилении атаки тут говорить не приходится. Ну, и Самуэль Туя блестяще атакует пайпом до пола без вариантов. Ну, если первая партия у нас, так скажем, прошла под знаком Бьерна Андреева, он был особо заметен на площадке во второй партии, Михаил Щербаков, то следующий хочется задать вполне логично. В этой партии у нас все как-то так вот равномерно. Очень здорово дозирует нагрузку Сергей Багрей на своих нападающих. И мы не можем сказать, что кто-то один выделяется. И вот сам Сергей Багрей решил, что нужно не только дозировать нагрузку нападающих, но еще и с подачи нужно как следует выстрелить. И выстрелил, что называется, на вылет просто Багрей. Здорово сейчас было, просто с ног сбил. Этим Мейсом отправил команду поговорить со своим главным тренером. Точнее, главный тренер после этой подачи решил поговорить с своими подопечными. 22-16, Кузбасс впереди. Очень хороший задел для того, чтобы одержать. Довести, да, партию до логического завершения. И уже приступить, ну, будем надеяться, что к финальному игровому отрезку в этом матче. Ну, наверное, для... Ну, а как же, Татьяна, ваш любимый прогноз на игры Кузбасса? Это пять партий. Сегодня не хотите? Нет, сегодня я думаю, что нет. Стоит только вот зайти в комментаторскую, почувствовать. Я, конечно, не претендую на лавры экстрасенсу, но так получалось, что несколько игр подряд счет вот как-то так угадывало. Ну, так, а может быть, и зря вы не претендуете на лавры экстрасенсу? Может быть, стоило себя попробовать хотя бы так? Может быть, тотализатор спортивный? Думаю, что скорее нет. Ну, да ладно, давайте смотреть волейбол. Сергей Багрий после перерыва переходит на планирующую подачу. Андрей Булла решает играть первым темпом, но этого ожидал Порошин, который закрывает. Очень вовремя, очень здорово Константин сейчас вот оказался. В нужное время, в нужном месте, так скажем. Еще раз посмотрим этот момент. Да, здорово. И атаку Левченко он закрыл без вариантов. Сергей Багрий, который сегодня порадовал. А вот, к сожалению... Нет, не к сожалению. К сожалению, не видно, куда упал мяч. Но, по всей видимости, он попал в площадку. Судя по улыбкам на лицах наших игроков, мяч попадает в площадку. Счет 24-16. Еще один шаг. Ну и Багрей, силовая подача будет рисковать. Конечно же, наш связующий. Отличная подача, переходящий мяч не стал атаковать Берна Андрея. Первый темп Порошина не забил Константин. Но вот блоком Тарасов тоже выиграть не смог. А в Доченко на двойном блоке пробивается. Вот так вот имела наша команда возможность закончить уже в этом розыгрыше партию. Но вот не получилось. Нужно отдать ему тоже. Ну ничего страшного. Целых семь сетбулов есть у нашей команды. Семь прекрасных возможностей со съема закончить эту партию. Андрей Булу на подаче. У него такой крепкий силовой накат. Не думаю, что очень сильно он нам затруднит жизнь. Но нет, вот посмотрите. Берна Андрея, видимо, немножко торопится в приеме. Не самая страшная была эта подача. Но вот довел не самым качественным образом. Переходящий мяч получает соперник. И здорово его забивает. И тайм-аут. Тайм-аут берет кемеронский Кузбасс. Ну это просто такой страховочный вариант перерыва. Лишь бы игроки не поплыли, называется. Не потеряли уверенность в собственных силах. Сейчас нужно просто успокоиться. И один-единственный розыгрыш довести до логического завершения. Иван Иванович Бабакин держит в руках планшетку с тактическими схемами. Что же интересно там такого? Ничего такого секретного на самом деле там нет. Это плод работы нашего тренера, статистика Максима Шелгачева, который трудился, просто засучив рукава, все это время разбирая игру соперника. И там вот на тех схемах, что успел заметить я в руках Владимира Бабакина, это направление атак игроков, атак и подач игроков белорусской команды. Ну а у нас после таймаута Константин Порошин получает передачу на атаку первым темпом. По мячу как следует рукой не попадает, и мяч улетает в аут. Не удается, не удается пока игрокам Кемеровского Кузбасса поставить точку, победную точку в этой партии. Сопротивляется Солигорский Шахтер. Ну вот есть у нас прием. Тарасов атаковал. Слегчает вот так у Тарасова. Авдоченко на двойном блоке. Блокаут. Вот так вот неожиданно растерялась наша команда. Может быть открылось второе дыхание у команды соперника? Такое тоже бывает. Спортсмены часто об этом говорят. Поздновато, конечно, оно открылось, потому что это играется с учетом 16-24 очень тяжело в мужском волейболе. Конечно, нет ничего невозможного. Но вот все равно еще до победы очень далеко и не состоится. 25-20. Кузбасс выигрывает вторую партию. Боула сделал все, что мог для своей команды, но вот на большее его не хватило. 2-0. Кузбасс впереди. А это значит, что наконец-то мы выполняем свой очковый багаж. Набираем уже как минимум один результативный балл за счет турнирной таблицы. И вот теперь остается всего ничего. Один небольшой шаг нашей команде сделать для того, чтобы с очень уверенной победой начать. Полноценный год в этом матче. Это важно. Следующим соперником Кузбасса станет Ярославич. По-моему, уже 12-го числа. То есть в эту субботу. Или все-таки... Да, суббота. Но после выходных достаточно сложно ориентироваться еще в каких-то календарных таких вещах. А наши ребята, я думаю, что у них все с этим в порядке, потому как к тренировкам спортсмены, ну, как правило, приступают, если не 1-го числа, то 2-го, 3-го и так далее и тому подобное. В общем, болеем мы сегодня за Кемеровский Кузбасс, болеем за красивый волейбол. Видим, что новогоднее настроение в спортивном комплексе «Арена» царит. Девушки из группы поддержки зажигают, танцуют, радуют публику. Ну, а мы расскажем пока вам о том, кто в рамках этого тура еще встречается в Российской Суперлиге. Сегодня очередной день противостояний между группами. То есть команды из синей группы сегодня на своих площадках принимают команды красной группы. Уфимский Урал принимает Одинцовскую Искру. Интересная игра. Да, очень интересное противостояние. Ярославич принимает Краснодарское Динамо Казанский. Зенит Казань принимает Прикамье, Пермская новичка Суперлиги. Ну, тут, наверное, можно какие-то прогнозы сделать или нет? Определенно можно. Казань не из тех клубов, которые на своей площадке отдают очки аутсайдерам. Ну, а Прикамье пока, к сожалению, на сегодняшний день мы выше причислить не можем. В Сургуте сегодня очень интересная встреча между «Газпром Югрой» и московским «Динамо». От того, в каком составе прибудет московская «Динамо» в Сургут очень многое зависит. И вот если москвичи прибудут своим боевым вариантом состава, то, конечно, борьба там будет очень жаркой. Два локомотива. В Новосибирске железнодорожное дерби. Два паровоза. Новосибирский и Харьковский сойдутся, проверят, чьи рельсы более прочные. В Белгороде, наверное, центральная игра тура. Белогорье принимает «Факел». Сейчас объясню, почему игра центральная. Ну, и скажу еще, что Грозный сегодня принимает Нижегородскую губернию. Белогорье «Факел». Почему именно этот матч хотелось бы назвать центральным? Потому что встречается лидер красной группы, которым играется «Факел», с действующим свежеиспеченным обладателем Кубка России. Кубка России 2014 года. Вот буквально в конце декабря прошел финал шести. Прошел он как раз-таки в Белгороде. И вот после длительного перерыва наш самый титулованный клуб в России завоевал для себя очередной трофей. Конечно, очень такое знаменательное событие для белгородского волейбола. Ну, и так вот на волне хорошего настроения. Будет очень интересно посмотреть на то, как эта команда, команда Геннадия Шипулина, будет противостоять лидеру красной группы. Ну, а у нас все готово к началу партии третьей. Ну, вот еще есть буквально минуточка у меня. Давайте расскажу о небольших трансферных новостях в Суперлиге для тех, кто следит. Новосибирский локомотив и Нижегородская губерния произвели обмен игроками. Игорь Шулепов отправился в Нижний Новгород. Николай Леоненко вернулся в Новосибирск, за который он выступал пару сезонов ранее. Лукас Кампо, связующий Белогорье, отправился в Харьковский локомотив. Там будет выступать на позиции связующего. Но вот это пока самое основное и официально подтвержденное. Об остальном будем говорить вам уже чуть позже. Ну, а партия началась со счета 1-0 в пользу кемеровского Кузбасса. Но вот видим, что ответ Солигорского шахтера не заставился долго ждать. Левченко уверенно снимается первым темпом 1-1. Ну, вот сейчас, наверное, кемеровской команде стоит ждать такого особого сопротивления от соперника. Потому что терять-то им, в принципе, нечего. Последняя партия, если Кузбасс ее выигрывает, значит, соответственно, 3 очка в копилке и победа. Сухая победа. И вот блок Левченко после хорошей атаки первым темпом подстерег Вячеслава Тарасовой зону 4-го номера. Закрыл ему ходовое направление и не оставил ни единого шанса. Давайте посмотрим. Да, действительно, именно от рук Левченко мяч попадает в площадку Кузбасса. Сейчас Тарасов не стал рисковать. Деигровка шахтера Солигорского. И вновь Левченко. Просто вот отрезок имени его, имени 17-го номера шахтера. Здорово на блоке смягчили опять атаку Тарасовой. Ну и вот аккуратная атака первым темпом. Видим так. Как следует, по мячу не попал. Задел левую ладошку Константина Порошина. И вот мяч, тем не менее, приземлился на стороне хозяев площадки. Семенов продолжает подавать свой планер. Лепетин с приемом справляется. Ну и вот Тарасову с третьей попытки удается сняться с этой неприятной подачи. Аккуратный удар по задней линии. Давайте посмотрим, где он прошел. Поверх, поверх Романа Аплевича, если не ошибаюсь, прошел как раз-таки наш диагональный. Ну, это уже вызывает уважение. На наших экранах подача Бьерна Андрея. Такая коварная она получилась. А это Авдоченко, который находит слабостью в нашем блоке. Еще раз посмотрим. Посмотрим. Слетел, слетел наш блок в сторону линейного направления. Авдоченко спокойно прошел по ходу. По задней линии аккуратная атака. 4-2. Белорусский клуб впереди. Тарасов по рукам блокирующих атакует. Видим, что пытается использовать слабости 18-го номера соперника. Роман Аплевича, который, напомню, еще раз вам является номинальным Либера. Но в этом матче выступает на позиции доигровщика, вынужденно заменив Эшлин Эммеру, у которого игра совершенно не пошла. Ну и вот Тарасов не стесняется использовать его слабость на блоке, потому что с ростом 185 сантиметров бороться с высоченным Тарасовым в атаке, конечно, очень тяжело. Симеонов аккуратная скидка пайпом. Проходит она, что называется, прям на тоненького. Так в самую линию мяч попадает. Ну что, нашим ребятам нужно просто быть внимательнее, потому что с выходом Аплевича на площадку атакующее разнообразие соперника очень сильно стухло. Просто отдает Вячеслав Тарасов этот мяч на сторону соперника. Ну а вот первый темп Каджевича, как вот в лучшие годы этого польского блокирующего. Напомню, что в свое время выступал он за сборную Польши, становился даже серебряным призером чемпионата мира 2006 года. Да и вообще немало ярких матчей провел на российской земле. Его сейчас показал, за счет чего эти яркие матчи он и выдавал. Ну вот ошибка на подаче белорусского клуба позволяет нашей команде сняться. И Вячеслав Тарасов на подачу у Кемеровского Кузбасса. Ну а Каджевич продолжает набирать очки в центре сетки. Нужно настороже быть нашим блокирующим, потому что сейчас Андрей Баула при наличии любого хорошего приема, конечно же, будет стремиться заиграть первый темп. Потому что вот этот вот человек, 18 номер, Роман Аплевич, еще к атаке своей команды в этой матче ни разу не подключался. Да и не его эта специфика. Михаил Щербаков. Специфика Михаила Щербакова это не только блокировать, но и успешно атаковать, что он нам и продемонстрировал. Очередной хороший, очень быстрый съем, конечно. Невероятно резкий игрок Михаил. Посмотрите, как резко снимает, очень быстро. И тут, конечно, Каджевич гадал. Ну а на гадании атаки 12 номера Кузбасса закрыть практически невозможно. Подача самой летуя. Сбитый прием. Сейчас на организованном блоке будет Семенов атаковать. Не видит он блок соперника. Тарасов на двойном блоке не пробивается, но вот видим, что фиксирует арбитры пронос мяча при выполнении второго касания у самого же Тарасова, который пытался себя подстраховать. И вот белорусский клуб впереди. Но если я не ошибаюсь, впервые за этот матч именно с преимуществом белорусского клуба команда уходит на технический перерыв. Во второй партии белорусский клуб 7-8 ушел на технический перерыв. Но это такое преимущество, очень зыбкое, практически равная борьба. А вот 5-8, это действительно перевес. Действительно, с таким перевесом отрезок заканчивается впервые. И это даже несмотря на то, что по сути в составе шахтера сейчас на площадке находятся всего лишь 4 атакующие единицы. Фан-сектор Кемеровского кузбасса на ваших экранах. Этих людей можно узнать по... Барабану. По барабану, но не только по барабану, по боевому раскрасу, по форме. Вот, по-моему, все что угодно. Они готовы вообще за командой хоть на край света. Дай им только волю. Они себе, собственно, это позволяют. А команда хочет на край света? Вопрос. Ну, смотря что считать краем света, Дмитрий. Вот тут вот в чем вопрос все-таки. Иногда приходится уезжать очень далеко от дома. Недаром многие легионеры говорят о том, что не только в волейболе и в хоккее, и вообще во многих играх о том, что по России-то ездить ого-го как непросто. Михаил Щербаков. В общем, преодолевать расстояние – это тоже часть профессии профессионального спортсмена. Ну, так уж складывается. Михаил Щербаков подавал и... Атака в аут. Семенов показывает, что Михаил Щербаков в защите коснулся мяча. Но вот арбитр с этим категорически не согласен. Отдает мяч кемеровскому Кузбассу. 7-8. До минимума сокращается преимущество солигорского «Шахтера». Ну вот сейчас Семенов попадает по пальцам. Наших игроков, пусть и не с первого раза. И видим, что трудности вновь начинаются у «Шахтера» с организацией атаки. Потому что тяжело удивить Кузбасс тем, кому будет направленная передача. Видим левые руки Сергея Багрея касается мяч. По пальцам он... Снаряд прошел. Буула на подаче. Берн Андре попадает в трос. Аздоченька не стала рисковать. Аккуратная скидка за блок. Но вот Лепезин не успевает добежать до этого мяча. Буула продолжает подавать. Тут чешский связующий, напомним, в конце прошлой партии, также доставил неприятности нашей команде. Ну, потихонечку увеличивают разрыв в счете игроки «Шахтера». И вот тут же они его своей же ошибкой сокращают. 8-10. Буула, конечно, не самый такой звездный из когорты чешских связующих. Наверное, главным сейчас действующим лицом в этой стране является Лукаш Тихачек. Но вот Буула зато известен тем, что он поиграл в довольно сильном французском чемпионате. Ну и вот, словно в подтверждение моих слов, чешский связующий допускает техническую погрешность, которая, конечно, для игрока его уровня, наверное, все же непозволительна. Развалительно, потому что он атаковал, он сейчас выполнял передачу далеко не на аварийном мяче. Ну и вот видим, что мяч у него между рук провалился. Сергей Багрей, вспомним, да, во второй партии, особенно в ее окончании, порадовал серией достаточно уверенных таких подач. Тарасов и Порошин пытались остановить и успевает. Очень хорошо Кузбасс дитит в защите. Добьер на андре, по-моему, сейчас, да-да-да. Семенов Лепезен здорово в защите действует. Тарасов. И забивает, забивает Тарасов. 10-10, счет равный. Ну вот, смогли мы отыграть. Вот это было красиво. Вот это было прям очень-очень здорово. Вот еще раз посмотрим. Трудовой очень эпизод, конечно. И Тарасов, видимо, очень сам доволен собой, потому что помог действительно сейчас своей команде. Уважил все блокирующие защитные действия своих партнеров. Ну и, конечно, в такой ситуации тренерский штаб Солигорского шахтера не мог не вмешаться. И Сидельников берет перерыв, потому что его команда в очередной раз разбазарила преимущество очень быстро. Ну, видно, что улыбаются наши ребята. Видно, что очень-очень хочется им довести эту партию до сухой победы. Особенно при родных трибунах. Держать эту самую долгожданную победу, заработать три очка и двигаться вперед и вверх по турнирной таблице. Ну, на самом деле, соскучились уже болельщики по победам. Очень-очень хочется увидеть и делают все возможное сейчас наши ребята. И вот два последних игровых эпизода в этой партии. Как раз яркое там подтверждение, когда за каждый мяч, когда буквально с трибун вытаскивают. Ну, здорово. По-моему, здорово. Павел Авдоченко показал, что перерыв был взят неспроста. После него хорошо справляется с атакой. Такой аккуратный удар по задней линии. И одиннадцатый очко добывает он для своей команды. Семенов отправляется подавать. Ну, и, следовательно, сейчас для белорусского клуба наступает очень непростая пора в этой партии. Вячеслав Тарасов. 11-11. Тринадцатый номер Кемеровского Кузбасса. По всей видимости, человек не суеверный. Вряд ли вы суеверный человек, который верит к приметы, взял бы себе такой номер. А Вячеслав Тарасов не побоялся этого сделать. Да еще и сейчас очень здорово атаковал. Это подача Бьерна Андре. Мышный выстрел, сбитый прием. На организованном блоке Семенов задней линии ничего сделать не смог. И Тарасов показывает удар по ходу. Блок его смягчает. И вот мы видим, что доверили, доверили таки атаковать Роману Аплевичу. Но и тот, конечно, своими гренадерскими данными не блещет отнюдь. Еще раз напомню, его рост 85 сантиметров. И вот, конечно, тяжело ему бороться с блоком Порошина, который его и закрывает. Ну да, если мы сегодня говорили о том, что в стане Кузбасса самый высокий игрок 2,10, ну, можете почувствовать, да, разницу метра 85 и 2 метра и 10 сантиметров. Все-таки, наверное, для Либера это комфортный рост, а вот для игроков других амплуа все-таки не очень, что мы в некоторых игровых эпизодах видим. Не, ну, конечно, если ты прыгучий кубинец, это нормальный вариант. Мы помним некоторых игроков с острого свободы. Ну, мы говорим, да, про данный конкретный случай. Это, по-моему, ошибка сейчас была на подаче. И уже 13-12 в пользу Кузбасса. Третья партия Кемеровского клуба против Солигорского шахтера. Подача Порошина. Отличный прием. Оплевич на чистой сетке даже Либера забьет. Это без разговоров. Вот молодец. Похвалим 18-го номера. Посмотрите, действительно, Андрей Баулов очень здорово сейчас распорядился этой передачей. Воспользовался тем, что блок Кузбасса стал бросать этого игрока. Ну, и вот в этом может таиться дополнительная опасность, потому что стоит, как говорится, ослабить давление, ослабить внимание к одному игроку, как он тут же может дать результат. И вот мы видим, что подача на вылет в исполнении Шолигорского шахтера выводит команду вперед. Это Авдоченко отличился. Еще одна прекрасная подача. Сбитый прием. Здорово. Досевич убирает место в защите. Атаки, наверное, не будет. Да, действительно, не будет. Но и Кузбасс тоже вынужден будет. Самой Эльтуя будет атаковать. На организованном блоке чехлица. Чехлица Самой Эльтуя. А Авдоченко продолжает подавать. И вновь сбитый прием у нашей команды. Эльтуя снова двойной блок. Перед ним и снова отличаются Боула и Каджевич. 13-16. А в итоге ко второму техническому перерыву мы пришли к тому, с чем были и к первому техническому перерыву. Три очка преимущества Солигорского шахтера. Но вот так вот вдруг блокам удалось заиграть хорошо нашим гостям. И это не замедлительно. Возвращаются команды на площадку. Последний отрезок этой партии. Три очка преимущества гостей над нашей командой. Ну а Авдоченко продолжает свою серию подач. Вновь сбитый прием. Двойной блок перед Тарасовым. И касание сетки. Такое обидное для игроков шахтера. На ваших экранах Вячеслав Тарасов. Тринадцатый номер Кемеровского Кузбасса. И его подача. Может он создать проблемы сопернику. Очень сильно он так сбивает с ног. Достойно для этой подачи справились с приемом. Тарасов в атаке забьет. Да, арбитр показывает, что мяч в площадке. 14-16. Тарасов сокращает разрыв в этой партии. И вновь подача Вячеслава Тарасова. Интересный розыгрыш. Здорово действовал Михаил Щербаков. Но Тарасова закрыл. Роман Аплевич. Не удается пока тринадцатому номеру Кемеровского Кузбасса пробиться через этот блок Солигорского шахтера. Но ищет, ищет он ключи. Подбирает, так скажем, по ходу партии. Но пока не получается. Вячеслав Кургузов появляется на площадке. Долгожданное появление игрока, который действительно помогал нашей команде пробиваться в Суперлигу. Видите, аплодисментами сейчас встречают его появление болельщики. Помнят, те, кто следит за Кузбассом еще со времен высшей лиги. Да, как вместе с командой Вячеслав. Он был капитаном Кемеровского Кузбасса. Да, он был капитаном. И вышли они как раз в Суперлигу. Вот. И пришел он к нам из Грозного. В этом сезоне появился вновь в рядах Кемеровского клуба. Это не просто замена Кургузова. Это двойная замена. И Константин Ушаков появляется на площадке. А это атака Смуэль-Литуя. Еще раз посмотрим. Да, здорово. Смуэль-Литуя накатил так поверх блока. Аккуратно не стал под себя бить. И оказался прав. Это эйс. Эйс в исполнении нашего французского доигровщика. Вот еще раз на повторе посмотрим. В самый угол уложил. Да, да, действительно. Без вариантов для принимающих. Такой мяч принять практически нереально. С разных камер есть ощущение, что по-разному листит мяч и непонятно падает. Он в площадку. Вот этот замечательный повтор был. Мы сейчас увидели четко, что мяч угодил прямо в угол площадки. Сейчас это смягчает подачу Туя. И незамедлительная атака первым темпом от Лукаша Каджевича. Ноздря в ноздрю идут команды. Можно так сказать. Никто не хочет уступать. 18-17. Ну, на одну очку пока. Шахтер впереди. Но я думаю, что Кузбасс сможет сейчас исправить ситуацию. По крайней мере, сделает для этого все возможное. Кургузов в атаке. Не удалось ему забить. Ушаков адресует передачу Пайпу. Пайп с Мэйли Туя в доигровке. И оказывается прав. Такие моменты, на самом деле, можно пересматривать практически бесконечно. Очень красиво, результативно и здорово. Михаил Щербаков, 12-й номер Кемеровского Кузбасса на подаче. Отличный прием белорусской команды. Авдоченко на одном блоке. Но вот умудрился Мьерн Андреев все равно эту атаку прихватить. Ну, вот от его рук у меня сейчас скакивает в аут. 18-19. Соперник продолжает находиться на полшажочка, но впереди. Ну, а нашим игрокам нужно искать возможность, чтобы это преимущество как-то отыграть. Мьерн Андреев аккуратно отыгрался от блока. Кургузов блокирующих не смог переиграть. И вновь растет преимущество гостей. Таймаут берет тренерский штаб Кемеровского Кузбасса. Кемеровского 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 К Ну что, любимец Татьяны и любимец болельщиков спорткомплекса «Арена». 42-й номер Кемеровского кузбасса, я прям даже его представлю. Мишка, талисман команды. Учил он Татьяну, помнится, после одного из матчей играть в волейбол. Вот научил ли, интересно или нет. Татьяна, открой здесь играть. Не буду. Я не расскажу, давайте лучше посмотрим, чем закончится третья партия. По-моему, неплохой подарок сейчас сделали игроки Солигорского «Шахтера». 19-20. И обратная двойная замена у Кемеровского кузбасса. Багрей с Тарасовым возвращаются на площадку. Ну а у Шаков с Кургузовым занимают место в квадрате запасных. Нельзя сказать, что эта замена получилась нерезультативной. Все-таки отыграться наша команда смогла. И немножко приблизится к сопернику тоже, поэтому ставим такой плюсик к тренерскому штабу. Сейчас начинается самая интересная, я думаю, часть матча и партии. Тарасов, простите, Туя в защите действует здорово, но в доигровке никаких шансов Левченко не оставляет нашей команде. Прекрасная атака первым темпом. Вот еще раз повтор на ваших экранах. Ответственная атака. Пытался, но Константин Порошин это был, пытался он остановить, но не удалось, к сожалению, ничего ему сделать. Семенов на подаче. Тарасов, посмотрите, вот находясь на скамейке запасных накопил большое количество силы и спортивной злости. И сейчас, как оказалось, в этот удар все выложил. Он, по-моему, просто действительно сбил с ног соперника. Андрея Баулу, естественно, после этого извинился. Такое ощущение, что ждал он прямо вот этого момента, когда он выйдет и вколотит этот мяч. Бьерн Андрея его подача. Давай, Бьерн. Не стал рисковать пятый номер Кузбасса. Ну, а Тарасов здорово действует в защите. Без борьбы мы отдаем этот мяч. Нужно ждать, наверное, первый темп. Нет, пайп Семенова. Андрея помешал, помешал сейчас Алексею Лепезину сыграть хорошо этот мяч в защите. Видим, недоволен, конечно, в первую очередь с собой сейчас Бьерни. Хороший был шанс все сравнять, но вот не получилось. Но ничего страшного, партия еще не закончилась. Нужно продолжать. Видим, что замена в составе Солигорского шахтера. На площадке появляется Максим Морозов, центральный блокирующий для усиления блока. Видим, здорово, здорово в конце партии действует в защите Солигорский шахтер, но и Кузбасс не отстает. Тарасов на двойном блоке. Буула в очередной раз потрясающе выбирает место в защите. Ну, а Тарасов показывает высочайший класс. Здорово откручивает мяч от рук блокирующих. Но что показывает арбитр? Арбитр показывает? Давайте посмотрим на повторе. Давайте не будем говорить, что показывает арбитр. Ну да, пожалуй, что действительно последний мяч коснулся именно Вячеслава Тарасова. Именно от его руки в антенну он отскочил. Тут очень тяжело было в динамике, наверное, эпизод рассудить. Но если нам еще раз покажет повтор, мы точно сможем оценить. Но видим, что Кемеровскому Кузбассу отдают этот мяч. По реакции публики можно сразу понять, что происходит, кому отдают мяч. Если человек, который пришел на волейбол, да, и в каких-то моментах не понимает, можно, конечно, потом это все посмотреть, пересмотреть. Но, тем не менее, зрители уже у нас в спортивном комплексе арены за время выступления Кузбасса в Суперлиге проникли с волейболом и знают эту игру практически, может быть, не от ада, и оно очень-очень неплохо. А Вдоченко разозлился на себя, наверное, вряд ли его винить в чем-то трудно. На арбитров, может быть, на ситуацию в партии. Вколотил так очень уверенный мяч с большой высоты. Посмотрите, снял в площадку между защитниками, попал. Ну и сам отправился на подачу. А в этой партии он уже одну серию выдал. Прекрасная подача Павла Вдоченко, и это Эйс 21-24. Вот так вот тройной сетбол возникает у солигорского шахтера. И тайм-аут остался в запасе у кемеровского Кузбасса. Есть о чем поговорить со своими ребятами Денису Матусевичу и Владимиру Бабакину. Ну, нужно сейчас настроить нашу команду на то, что даже при таком счете борьба еще даже примерно не закончена. И вот с такого счета как раз-таки в мужском волейболе отыграться вполне реально. Ну, посмотрим, посмотрим. Один удачный блок, одна удачная подача. И все может перевернуться с ног на голову. Но для начала нужно сняться с подачи главного бомбардира. Солигорского шахтера диагонального сборной Белоруссии Павла Авдоченко. Ударная сила команды. Дмитрий представил именно так этого игрока в начале матча. Между прочим, очень молодой парень, 1990 года рождения, 22 года всего ему. Молодой да перспективный. Поэтому я думаю, что в будущем он еще прибавит. Тем более, получив такой опыт выступления в Суперлиге. Ну, а партия заканчивается отличным блоком Лукаша Каджевича. Посмотрите на повторе еще раз, да? Нет, это не Лукаш Каджевич, это Андрей Була. Блестяще перенес руки на сторону Кузбасса. И вот Самуэль Туиат этих рук уйти не смог. 21-25. А так близка была вот эта вот победа, так чтобы, так скажем, сухая победа, как любят говорить спортсмены. Ну что ж, у нас подготовка к четвертой партии. Будем надеяться, что она станет заключительной и решающей в этом матче. Ну, потому как действительно нужны, нужны сейчас Кузбассу очки в турнирной таблице. Может быть, болельщики ждали, что этот вечер станет более коротким. Но не потому, что они не хотят видеть свою команду, а напротив. Они хотят поболеть за своих ребят, поддержать, ну, чтобы, так скажем, довести этот матч до победного завершения. Ну, у нас четвертая партия впереди. Напомню, что это Кемеровский Кузбасс и Солигорский Шахтер на площадке спортивного комплекса «Арена». У нас борьба продолжается. Вот так второе дыхание открылось. Я не знаю, как назвать, но удалось. Все-таки дожать удалось, ну, не знаю, но, наверное, можно только лишь свое уважение сказать сопернику спасибо за красивую игру. И за то, что смогли, смогли навязать борьбу и внесли такую определенную интригу в матч. А что же, Дмитрий, по-вашему, почему Кузбассу не удалось сейчас поставить победную точку? Ну, я думаю, может быть, рано поверили в собственную победу, потому что, ну, давили, по сути, на протяжении всех трех партий давили мы соперника собственной игрой. И, может быть, не всегда это получалось. И соперник тоже сопротивлялся и показал очень хороший уровень волейбола. Ну, и раскрепостились, я думаю, игроки «Шахтера», действительно, поняв, что отступать уже некуда, стали играть немножко по-другому. Боула стал играть более рискованно. Видели, что если он до этого Аплевича совершенно не подключал к атакам, стал подключать своего номинального второго либера, который в этом матче выступает на позиции доигровщика. Тот забил, поставил результативный блок, то есть показал, что универсализм в волейболе всегда только приветствуется. Ну, и вот, конечно, игра Павла Авдоченко, две его серии подач, по большому счету, предопределили исход этой партии. Помним, что мы в середине сета он вышел и привел свою команду к лидерству, ко второму техническому перерыву. Ну, и в концовке партии в нужный момент очень здорово выстрелил. Ну, а мы видим, что на площадке по-прежнему у нас... Ну, а нашей команде, пожалуй, нужно просто поменьше собственных ошибок допускать, и все будет хорошо в этой партии, потому что 3-0-3-1 не так принципиально. Главное, чтобы увидели мы цифру 3 на табло со стороны Тимировского Кузбасса. Это действительно так, золотые слова, Дмитрий. Каким способом это будет добыто уже не столь принципиально, но заждались, заждались, конечно, победы. Игроки сами уже, я знаю, я разговаривал с ребятами, очень хотят они уже прервать эту серию. Ну, а сейчас я объясню вам, что происходит. В концовке партии нередко возникали споры между арбитром и игроками. И вот сейчас подозвал капитанов команд. Так как у нас Константин Ушаков капитан, то роль играющего капитана, то есть капитана на площадке, выполняет Бьерн Андре. Это такая очень традиционная для волейбола практика. Ну, и вот Бьерн Андре по-капитански начинает эту партию, получает переходящий мяч после подачи Багрея, и его успешно забивает. Ну, а арбитр, я закончу свою мысль, он просто предупредил капитанов, чтобы поменьше споров. Потому что арбитр хоть и из Белоруссии главный, но все же он арбитр, как мы видим, по нашивке на майке и ФИВБ. То есть это арбитр международного уровня. А Сергей Багрей у нас продолжает творить чудеса на подаче и показывает очень сильный, очень уверенный элемент в его исполнении. По-моему, здорово это все выглядит, а самое главное, приносит результат. Причем сразу тут вариантов, наверное, никаких не было у команды соперника. Продолжает Багрей подавать. Вот так вот, очень неожиданный элемент. Пайп в исполнении Романа Аплевича, 18-го номера. Ну что, почувствовал себя этот игрок, видимо, уже окончательно уверенно и в атаке. Не постеснялся Буула подключить его к атаке с задней линии, но и тот отблагодарил своего связующего набранным очком. Семенов свой коварный планер подает. Лепетин здорово справляется с приемом, но Порошин получает комфортную передачу и забивает этот мяч. Хорошее начало этой партии для наших ребят. Видим, совершенно не угадал Левченко направление атаки. Перехитрил Порошин своего визави. Бернандре ошибается при вводе мяча в игру. Тарасов блестящая атака. Тут даже ничего не скажешь. Просто вот Тарасов и 4-2. И комплимент. И комплимент от Татьяны обязательно. Татьяна без комплимента Тарасова, это не Татьяна. Я считаю, что если игрок показывает хороший волейбол, красивый волейбол, а главное результативный, то комплимент ему сделать нужно. А я с вами абсолютно согласен. Вот можно сейчас делать комплимент обеим командам, которые демонстрируют очень цепкую игру в защите. Посмотрите, мяч уже четвертый, если не ошибаюсь, сейчас перескакивает. Посмотрите, Баула очередной раз блестящее место в защите выбирает. Без атаки будет отдаваться мяч. Первый темп тоже не проходит. Баула опять блестяще играет в защите. Но чешский связующий просто в этом компоненте выглядит чуть ли не сильнее Либера. Но вот загнали, загнали своего партнера по нападению игроки Солигорского шахтера за антенну. И тот не смог этот мяч спасти. 5-2 Кузбасс впереди. А это пайп. Пайп на чистой сетке, но пайп в аут. Видим, поплыл немножко белорусский клуб. Семенов, получив передачу на чистую сетку. Да, посмотрите, чистая сетка была перед ним. Куда-то уводил мяч вправо от несуществующего блока и в площадку не попал. Подача порослена. Андре здорово защищается. Здорово, да. Була опять защитит очень. А Плевич рискнет. Рискнул, но вот тяжело. С групповым броком ему бороться тяжело. Ну что, 7-2. Очень-очень весомый задел делает наша команда. Вот эта проигранная третья партия разозлила игроков Кемеровского Кузбасса. Но они очень уверенно просто уже, можно сказать, оторвались, ушли вперед и, по-моему, не собираются расслабляться. Порошенко. 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 Упустили момент. Упустили этот момент. По всей видимости, да. Бьерн Андре пытался перехитрить соперников. А в Доченко блок-аут вот так вот в доигровке белорусский диагональный уверенно откручивает от рук наших блокирующих в аут. 7-4. Трудно мне сказать, в связи с чем связана замена Тарасова. Действительно упустили мы этот момент, но будем надеяться, что это тактическая замена. Да, что тактическая и что все в порядке с нашим игроком, потому как помним мы по первой партии, да, что Евгений Галатов, к сожалению, видимо, на какое-то время все-таки из строя выбыл. 8-4. Впереди Кузбасс. Это четвертая партия матча Кемеровской команды против Солигорского Шахтера. Вот достаточно нет, наверное, названия. Затрудняюсь так сразу ответить. Но мы разведаем это обязательно к нашей следующей трансляции, спросим у игроков. Они нам, я думаю, подскажут. Может быть, есть какое-то специальное название, может специального названия нет. Я не думаю, что для этого есть специальное название. Ну, посмотрим. Может быть, такая примета, такой элемент обязательный, в принципе, на площадке и в исполнении многих команд мы это видим. Андрей Боул решил скинуть со второй передачи, а скидка не прошла. Юрн Андре пытался отрывать. Не забил. Стуя на двойном блоке. Пробивается, пробивается французский доигровщик Кемеровского Кузбасса. Ну, видимо, как радуется главный тренер Кемеровской команды Денис Матусевич. А на подаче у нас седьмой номер Кузбасса. Это Вячеслав Кургузов. Ай-яй-яй. Атака Каджевича первым темпом. Очень хороший прием обеспечили своему связующему игроки Солигорского шахтера. Ну, и Каджевич передачу получил, может быть, и не самую комфортную, но зато справился с ней на ура. Аплевич будет подавать. Планер в прыжке. Видимо, очень быстро летит мяч. Тем не менее, Лепетин с приемом справляется. Ну, вот белорусские игроки уже в который раз показывают свое умение правильное выбрать место в защите. Я уж не знаю, это дело очень хорошего разбора соперника, либо чего-то еще. Но сейчас Авдоченко просто не хватило немного везения для того, чтобы обработать этот мяч. Ну, потому что позицию он снова выбрал абсолютно верно. Смольтуя его подача. Отличный прием. И вновь Каджевич. Вновь первый темп. 10-6. Не сдаются игроки Солигорского шахтера. Упираются до последнего. Ну, хвала ему, уважение за это. Оттого матч становится более интересным. Видим, в одну сторону, в другую атакует Каджевич. Не пытается быть таким однообразным. Сейчас сам будет подавать. Но планер у него не самый опасный. Мы это все прекрасно знаем. И, конечно, ответ Щербакова первым темпом. Вернут игроки белорусской команды мяч на нашу сторону. В повторной атаке Андрей не стал рисковать. Шахтер снова здорово действует в защите. И сейчас тоже риска не будет. Посмотрите, вновь Боула блестящий в защите действует. Но я просто не устану восхищаться этим чешским связующим. Покорил он меня своей игрой в защите. Редко увидишь для игроков его амплуа столь самоотверженные действия в обороне. Но вот это все равно не спасло его команду. Бьерн Андрей великолепный. Атакой очень технично ставит точку в этом розыгрыше. 11-6. Сбитый прием Авдоченко на двойном блоке. Атакует по пальцам. Кургузов отзащищался. Сам же атаковал. И попадает в площадку. Попадает в площадку диагональник Кемеровского Кузбасса. 12-6. Тайм-аут берет Виктор Сидельников. Ну да, нужно как-то исправлять ситуацию в команде соперника. Видит, как обычно, очень эмоциональный Виктор Сидельников. Действительно, всегда именно такую манеру общения он выбирал для своих игроков. Давайте посмотрим. Да, вот Вячеслав Тарасов стоит, не в тренировочном костюме, в игровой форме. Это значит, что все с ним в порядке. Все в порядке, да, это важно. И будет готов в любой момент игры выйти и усилить. Помочь своей команде. Это самое главное, потому что действительно травм нам и без того хватает. Напомню, что Пархамчук и Мороз в этой игре участие не принимают. И по ходу игры Галатов получил повреждение. А в дочинка аккуратная атака. Вот так действительно очень долго этот парень затягивается в воздухе, из-за чего наш блок может, так сказать, уже начинает опускаться в тот момент, когда нападает Павел. Но этим он пользуется и приносит своей команде очки. Боула выходит на подачу. Смотрите, какой мощный выстрел удался чешскому связующему. Сбивает он с ног Алексея Лепезина. Ничего он не смог сделать. Вот на повторе еще раз посмотрим. Уходящая подача. Очень тяжело ее принимать. Конечно, всегда вызывает затруднения у принимающих любого уровня. Тем более, если мяч катит очень сильно. Но сейчас Лепезин справляется. Кургузов в задней линии. Блокаут. Находит себя в атаке и Вячеслав. Конечно, наверное, не так много у него игровой практики в этом сезоне, как ему хотелось бы. Но действительно, конкуренцию с Павлом Морозом выдерживать очень трудно все-таки. Игрок уже из обоймы национальной команды. Кстати, надо будет несколько слов сказать его национальной сборной. Мы сделаем это во втором техническом перерыве. Но Боула показал очередную техническую ошибку при выполнении второй передачи. Сергей Багрей ошибается при вводе мяча в игру. 14-9. Комфортное преимущество Кемеровского Кузбасса. Но нашим ребятам ни в коем случае нельзя сейчас думать, что дело сделано. Партия в кармане. Нужно довести обязательно партию и матч до победы. До 25-го очка, потому что соперник за любое, даже секундное послабление может наказать. Кургузов пытался атаковать, не получилось. Ну, а Самуэль Туя в повторной атаке пайпом здорово заканчивает этот розыгрыш. 15-9. Кузбасс впереди. Разнообразно сегодня ведет действительно игру Сергей Багрей. Интересно будет посмотреть статистику после этой игры. Кто сколько передач из наших нападающих получил. Ну, пожалуй, вот Бьерн Андре поболее других атакует. Но, в принципе, между другими нападающими нагрузка лежит довольно равномерно. Ну, Андре очередная укороченная. Заставил принимать блокирующего. Это никак не помешало Павлу Авдоченко принести своей команде 10-е очко в этой партии. Видимо, крутил он по рукам. Широко расставил руки Константин Порошин. Этим и воспользовался второй номер Солигорского шахтера. Ну, сейчас 17-й номер. Это Андрей Левченко на подаче. Лепезин. Блестящий прием. Первый темп. Блок-аут. Вот так вот от рук Лукаша Каджевича мяч. Улетает в аут. И второй технический перерыв. Обещал я вам во время него сказать пару слов о национальной сборной. После финала шести Кубка России 2012 года, 29 декабря, о своем уходе из стана национальной сборной объявил главный тренер Владимир Романович Олегна, который по совместительству является наставником Казанского «Зенит-Казани». Действующего чемпиона страны. Действующего чемпиона страны и победителя Лиги чемпионов. Так вот, теперь Владимир Романович решил сосредоточиться на работе со своим клубом. Сказал он, что тяжело испытывать столько стресса круглый год. И хотел бы он немножко отдохнуть и дать своему организму, в первую очередь, психологическую передышку. Мы, конечно, его понимаем. Благодарим за работу со сборной, за эту победу на Олимпиаде, на Мировой лиге, на Кубке мира. Ну и теперь очень интересным остается вопрос, кто будет следующим наставником. Пока фаворитами в этой гонке, так как в средствах массовой информации, фигурируют две фамилии. Это Андрей Воронков, наставник новосибирского локомотива, и Геннадий Шипулин, главный тренер Белгородского Белогорья. Сам Владимир Олегович еще отмечал, что он не удивился бы, если бы видел на посту главного тренера, спортивного директора губернии Павла Борща, который, помним, работал в Кемеровском Кузбассе. Но я считаю, что есть еще интересные кандидаты. Например, тот же Юрий Чередник из московского «Динамо». Очень достойный специалист, который показывает, что даже в отсутствии своих ведущих игроков он в состоянии выстроить в своем коллективе очень интересную игру. Да и другие наставники заслуживают этого места. Мы посмотрим, посмотрим, кого у нас значит Российская Федерация волейбола. Но у нас продолжается игра. Ошибка второго номера Сальгурского «Шахтера». Павел Авдоченко ошибается на подаче. Это Вячеслав Кургузов. Думаю, что многие болельщики, конечно, расстроились, что... Многие болельщики Кузбасса сейчас расстроились, ошибки в исполнении Вячеслава Кургузова. Я хотела сказать про то, что Владимир Олег нам покинул капитанский мостик, так скажем. Ну, рулевое управление сборной команды страны. Но новый тренер, новое имя, новые победы. Посмотрим, посмотрим, что это будет. Бьерн Андре пытался атаковать. Досевич здорово выбирает место в защите. По рукам атакует Симеонов и попадает, как показывают арбитры. Пытаются наши игроки выспарить. Давайте посмотрим. С этой камерой было тяжело судить нам. Не берусь я этого сделать. Давайте вот здесь, может быть. Но мне вот тоже показалось, что мяч добрых сантиметров 30 над руками наших блокирующих прошел. Ну, как бы арбитру... Арбитр находится ближе. Ему в любом случае виднее. Ну вот, будем считать это таким вот своеобразным возмездием. Потому что... Ну что, 18-13. Достаточно комфортное преимущество кемеровского Кузбасса, которое нашей команде просто необходимо довести до логического завершения. Подача самой Литуя достаточно сильная. И блок. Но тут... Тут деваться было некуда. Хорошая атака по рукам вновь от Симеонова. Видимо, уже с антенны пытался выгребать этот мяч Сергей Багри. Но этого у него не получилось сделать. 18-14. Точнее, 14-18. Подает Лукаш Каджевич. Перешел на силовую подачу. Но Сергей Багрей, вы посмотрите, какая скидка. Отвесно так в 2,5 метра уложил этот мяч наш связующий. Не глядя просто так, чтобы ни у кого... Очень быстро. Тут никаких шансов не оставил. Действительно, просто взял инициативу в свои руки. Очень красиво это смотрелось. Авдоченко на двойном блоке не стал рисковать. И оказался прав. Аккуратная скидка. 19-15. Боул отправляется подавать. Помним мы уже в этой партии от него Эйс. Но сейчас Туя блестяще справляется. Но Бьерн Андрея по мячу не попадает. 19-16. Хотел такую косую траекторию с четвертой зоны по четвертой заложить наш немецкий доигровщик. Видим, даже так развернулся левым плечом к сетке. Но вот такой ответственный удар проекцию сетки не пересек. Ну и, соответственно, 19-16. Тайм-аут берет тренерский штаб Кемеровского Кузбасса. Ну что, достаточно интересный матч у нас. Это Кемеровский Кузбасс и Солигорский шахтер демонстрируют нам красивую игру, упорную игру. Волейболисты борются за каждый мяч. Но я напомню, что сразу после окончания этой трансляции смотрите выпуск новостей на телеканале «Мой город». Самые интересные и заметные события дня глазами журналистов. нашего телеканала. Ну что, думаю, что очень многие болельщики и в спортивном комплексе арены, и у кранов своих мониторов понимают и чувствуют, что развязка в этом матче близка. Будем надеяться, что кемеровчане сделают все возможное для того, чтобы эту самую точку поставить. Була подает, Лепетин блестяще принимает. Пайп туят без вариантов. Ну что, и уже 20-16. Кемеровский кузбасс по-прежнему впереди. Комфортное преимущество в четвертой партии обеспечили себе игроки нашей команды. И, собственно, ни разу его не растеряли по ходу этого игрового отрезка. Сергей Багрей на подаче. Не стал рисковать. Но, тем не менее, с приема соперника сбил. Ну а Вдотенька продолжает набирать очки в любой зоне. Вторая, первая, четвертая забивает и забивает этот молодой диагональный. Максим Морозов появляется на площадке вновь для усиления на блоке. Ну а Александр Семенов будет вводить мяч в игру. Есть прием у нашей команды. Есть Бьерн Андрея. И это поле 21-17. Ну и пятый номер кузбасса отправляется подавать. Дмитрий, ну а так, уже сейчас можно сказать, кто стал самым результативным игроком этого матча? Нет? Мне тяжело судить на глаз, но на самом деле я считаю, что это Бьерн Андрея. Потому что, в отличие от наших диагональных, он не менялся, находился на площадке на протяжении всего матча. Как здорово! И вот видим, что уже не первую свою подачу на вылет он демонстрирует в этой игре. 20-18, да. Поэтому я не удивлюсь, если действительно Бьерн станет самым сбивным. Но я думаю, что госпожа статистика все-таки нам после матча уже точные цифры, точные расклады назовет. Но, наверное, так вот на первый взгляд это все-таки Бьерн Андрея. Заметен был еще и Михаил Щербаков. Во время этой игры тоже отметим его. Особенно во второй партии. Бьерн Андрея продолжает подавать. Вот, по-моему, ошибается. Да, ошибка. Не попадает мяч в площадку, а улетает в аут. Отличная подача удалась Солигорскому шахтеру. И Лукаш Каджевич получает легкий переходящий мяч. Здорово его забивает. 22-19. Ну вот, нужно по собране нашим ребятам быть, потому что не хотелось бы вот так в концовке упустить победу в этой партии. Лишненко, конечно, здорово подал, но все же принимать нужно. До победы осталось сделать всего лишь три шага. Три эпизода нужно выиграть нашей команде. Ну вот, посмотрите. Блок, блок. Это Роман Аплевич закрывает Вячеслава Кургузова. И обратная замена. Вячеслав Тарасов возвращается на площадку. Ну вот, есть прием у нашей команды, есть первый темп без вариантов 23-20. Константин Порошин, 23-20. Ну что, еще мы считали три шага до победы, да? Минус один уже два, но посмотрим, посмотрим, что покажут наши ребята. Очень ждем мы этой победы. Константин Порошин в своей подаче сегодня создал очень много проблем сопернику. Посмотрим, что на этот раз. И вновь первый темп, вновь Лукашко Аджеевич, 23-21. Вырастает градус напряжения в спорткомплексе «Арена», да и в нашей комбинаторской кабине. Тайм-аут берет тренерский штаб Кемеровского Кузбасса. Ну да, вот сейчас нельзя упустить возможность и растерять то преимущество, которое есть у нашей команды. Вот он, наверное, самый ответственный, самый такой волнительный момент в этом матче. Концовки партии, они всегда достаточно интересные, напряженные. Мы видим, что гости из Солигорска сопротивляются, ни в коем случае не хотят уступать. И, ну, можно сказать им спасибо за это. Такой спортивный хороший азарт. Они интригу спортивную, конечно же, в этот матч вносят. Ну что, нашей команде нужно всего лишь держать съем, но всего лишь на подаче Павла Авдоченко сделать это очень трудно. Потому что подача у него очень хороша. Он рискует Авдоченко. Есть опять прием у нашей команды. Тарасов блестящее. 24-21. Это тройной матчбол. Ну и есть такая уже небольшая традиция. Сейчас обратите внимание на трибуны. Очень многие зрители, большинство, поднимаются со своих мест. Лукаш Каджевич. Немного рано. 24-22. Это такая вот традиция, кроме волны, у нас наши узбасские зрители, так скажем, хотят встретить победу в полном всеоружии, в полной боевой готовности, дабы аплодировать своей команде. Ну что, когда этот момент наступит, мы ждем с нетерпением. Отличный прием Туя на одном блоке Либера. Да! Ну все, Самуэль Туя оставит точку в этом матче. 3-1. Наша команда победила. Заработала три очка в зачет турнирной таблицы. Ну что, поздравляем всех болельщиков еще раз с наступившим Новым Годом, со всеми праздниками, ну и, конечно же, с долгожданной победой Кемеровского Кузбасса. До новых встреч в эфире телеканала «Мой город». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова А.Кулакова